Игроделы, привет! И в прошлом видео я вам рассказывал про структуры и таблицы данных. Вам это видео очень зашло, потому что действительно кто-то там написал, что он про это не знал. На самом деле это очень удобно. И я хочу сегодня рассказать про такую вещь, как энумерацию. Или перечисление. То есть те, кто как бы занимается программированием уже давно, они понимают о чем речь. Если вы совсем новичок, то я вам покажу, что такое энумерация. Это довольно важная вещь. И она идет, ну я бы сказал, довольно тесно со структурами и таблицами данных. Потому что используются они довольно часто в связке. Но тем не менее, я не буду вас перезагружать таблицами данных, структурой и так далее. Я вам просто покажу, как работают состояния. Давайте с вами разберем на конкретном примере. Смотрите, мы можем с вами вспомнить, допустим, какую-нибудь часть GTA 5, 4 или там RDR 2. И вспомните, когда ваш персонаж, допустим, стоит и вы нажимаете прыжок, он прыгает не слишком высоко. То есть вот ориентировочно, вот так вот, да? Не сильно высоко. Если же вы ускоряетесь, там, допустим, ну такой вот небольшой легкий бег делаете, то ваш персонаж начинает прыгать чуть-чуть выше. Если же вы прям совсем несетесь и нажимаете прыжок, то он прыгает намного выше. Что это такое? Это переключение состояний. То есть в зависимости от того, какое состояние, в зависимости от этого и увеличивается прыжок. Соответственно, сегодня мы с вами рассмотрим и нумерацию, как, соответственно, добавлять свои состояния. Это очень, я считаю, важно знать и особенно применять. Это не обязательно состояние, связанное там с бегом, с прыжками, еще с чем-то. Это также часто используется в зависимости от типа оружия. То есть в зависимости от того, какое оружие ваш персонаж несет, в зависимости от этого будет какая-либо логика. Тяжело ему, легко и так далее. Ну, в общем-то, давайте с вами приступать. Не забывайте подписываться на канал. Многие, я знаю, что смотрят без подписки. Практически 70% это прям очень много. Вот, подписывайтесь. Здесь видео выходят по анрилу. Ну, прям, я считаю, очень полезные. Поэтому приступаем. Итак, в первую очередь нам нужно создать саму и нумерацию, перечисление. Ну, буду называть в дальнейшем просто enum. Итак, соответственно, давайте перейдем с вами, в принципе, в любую папку абсолютно. Нам это сейчас не важно. Нажимаем правой кнопкой мыши. Дальше. Блюпринт. И здесь получается enumeration. Нажимаем и называем это. enumeration состояние. Заходим сюда. И здесь, соответственно, мы можем нажать сюда. И у нас, видите, да, что появляется такая вот строчка enumerators. То есть, enumeraторы. Поэтому давайте здесь назовем это. Пусть будет волк. Нажимаем здесь плюс. Здесь это назовем run. Нажимаем плюс. И здесь это назовем sprint. Ну, то есть, соответственно, ходьба, бег, да, и sprint, когда он прям вообще несется. Вот, соответственно, здесь также еще можно описание дать, если вам это необходимо. Можно это все локализовывать. Но это сейчас нас не касается. Поэтому давайте здесь нажмем сохранить и просто пока что перетянем это вот сюда. Теперь переходим с вами в блюпринт нашего игрока. Давайте. Так, где у нас? Fairperson, blueprint, BP Fairperson. И давайте с вами здесь вызовем, создадим саму эту enumerацию в качестве переменной. Давайте нажимаем здесь плюс. И получается здесь давайте назовем eStates. Так и назовем. Дальше. Нажимаем вот сюда. И здесь прописываю eStates. Вот он. Вот этот enumera. То есть вот эта enumerация, которую мы создали, вот она теперь здесь. Копируем, сохраняем. Так, ну и, соответственно, смотрите. У нас, как мы видим, сейчас я запущу игру. С самого начала наш персонаж, он начинает бегать. Давайте сделаем ему логику на begin play. То есть с самого начала, чтобы он у нас ходил пешком. Поэтому достаем здесь character movement. Достаем это сюда. Дальше прописываем set max walk speed. Протягиваем это вот сюда. И ставим здесь 100. Скорость будет у нас 100. И теперь давайте сейчас сделаем. Я объясню, что мы этим добьемся. Давайте вытаскиваем. Здесь получается set. И вот это протягиваем сюда. То есть смотрите. У нас, как мы вот помните, да, здесь создавали. Walk, Run, Sprint. Вот здесь мы как бы устанавливаем состояние walk. То есть сейчас, когда у нас здесь тут логика проходит, да, скорость устанавливается. У нас вся эта информация идет в состояние walk. То есть мы здесь состояние ходьбы установили. Зафиксировать это, пожалуйста, это очень важно. То, что все, теперь у нас в состоянии ходьбы. У нас как бы состояние ходьбы, как бы это ни звучало. Вот мы это все установили. Давайте теперь дальше. Я хочу ускоряться на shift. Давайте простым путем пойдем. Правой кнопкой мыши. Shift, Left, Shift. Вот это вот выберем. Давайте вот это вот мы скопируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте это вот сюда перетащим. Здесь поставим с вами 300. И также давайте вот это вот тоже копируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляем это вот сюда. Walk меняем на Run. То есть когда я нажимаю shift, у меня скорость меняется. Она у меня увеличивается, да. Соответственно, я передаю вот эту вот информацию. В состояние. Что я в этот момент бегу. Давайте еще знаете, как сделаем. Ну, давайте, во-первых, проверим. Компилируем, сохраняем, переходим. Вот. То есть с самого начала я, как вы видите, хожу. Нажимаю shift. И у меня такое вот небольшое ускорение появляется. Давайте сделаем спринт. Переходим обратно. И давайте, в принципе, тоже по-простому, чтобы не путать никого. Я также сделаю Ctrl-C, Ctrl-V. Вот это все дело. Ctrl-C тоже. Ctrl-V тоже это дело. Все копирую. Вставляю сюда. Ставлю здесь 600. Состояние ставлю на спринт. Но у нас сейчас вот это вот состояние работать не будет. Потому что нам нужно вот здесь вот сделать небольшой такой вот бранч. Давайте его сделаем. То есть давайте вытаскиваем это вот сюда. Get. Здесь ставим равно. И выбираем именно вот это. Вот не вот это, а именно вот эту штуку. Достаем. И здесь, соответственно, он выглядит как будто минус. Но на самом деле это знак равно здесь. Поэтому не путайте. Дальше. B. Левая кнопка мыши. Ставлю это вот сюда. И получается. False сюда. Это сюда. И здесь мы, кстати говоря, ставим сволк на спринт. То есть смотрите. Если мы с вами не бежим. То есть наше состояние не равно спринту. Вот этому состоянию. То в таком случае используй вот эту логику. Вот. То есть такое ускорение. Если же мы нажмем потом Left Shift. Еще раз. То в таком случае наша скорость поставится 600. И перейдет в состояние спринта. И здесь нам, в принципе, нужно практически то же самое. Давайте вот этот E-States вытащим. Get. Дальше здесь. Равно. Equal. И нам. И здесь получается ставим Run. Давайте B левая кнопка мыши. Ставим это вот сюда. Это вот сюда. Это протягиваем здесь. То есть если же мы уже как бы в состоянии Run. Вот оно. То есть мы ускорились. Если мы нажали еще раз Shift. То в таком случае мы начинаем бежать. Давайте проверим. Компилирую. Сохраняю. Перехожу в игру. Так. Вот я иду. Нажимаю Shift один раз. Вот он ускоряется. Нажимаю Shift еще раз. И вот таким вот образом персонаж побежал. И давайте сейчас здесь сделаем возврат в состояние. Получается ходьбы. Поэтому давайте по простому. Yes States. Ставим здесь Set. И здесь False. Просто ставим на Volk. Таким образом. Все. Компилируем. Сохраняем. И смотрите. Как мы теперь можем с этим работать. Давайте объясню. Это очень важно. То есть мы задаем какую-либо логику. И передаем ее в состояние. Здесь все то же самое. То есть то, что я в принципе уже озвучил. Как теперь с этим можно работать. Смотрите. Давайте я вам покажу на примере прыжка. То, что я в самом начале и показал. Давайте в общем-то правая кнопка мыши. Сделаем здесь. Ну в принципе давайте вот так вот. Здесь есть такая вот штука. Jump. Давайте. Это вот сюда. Это вот сюда. И теперь смотрите. Что мы можем делать. Мы достаем вот этот Yes States. Get. Здесь прописываем такую штуку. Как Switch On и States. И просовываем это вот сюда. То есть теперь у нас вот эти все состояния. Они у нас вот здесь вот хранятся. То есть вам не нужно делать какую-то дополнительную логику. Что-то там прописывать еще. Высчитывать. Оно все здесь. То есть у вас состояние. Эти все они уже сохранены. Поэтому давайте сделаем следующим образом. Когда мы будем в состоянии ходьбы. Мы будем прыгать. Ну не высоко. Когда мы будем в ускоренном состоянии. Будем прыгать повыше. Ну и когда мы будем бежать. Ну и прыгать мы будем соответственно очень высоко. Для этого мы берем Corrector Movement. Здесь прописываем Set Jump Z Velocity. Давайте вот это вот куда-нибудь вот сюда просуну. На Volk. Давайте у нас будет стоять 300. Дальше берем Ctrl-C, Ctrl-V. Run вот сюда. Это вот сюда. Здесь давайте поставим с вами 500. Ctrl-C, Ctrl-V. Sprint это вот сюда. Это вот сюда. И здесь давайте поставим 700. Посмотрим как он будет прыгать. То есть смотрите. Здесь никакой дополнительной логики больше не надо. То есть как бы сделал новичок. Допустим он бы сделал Branch. Если скорость выше там такой-то, такой-то. То в таком случае высота нашего прыжка там такая-то, такая-то. То есть какие-то бренчи непонятные. Еще какие-то условия. Этого не нужно. Вот оно. Все эти состояния у нас здесь есть. И мы можем теперь эти состояния получать. И в зависимости от этих состояний задавать свою логику. Давайте смотреть. Компилируем, сохраняем. Так, смотрите. Я в состоянии ходьбы. Нажимаю пробел. И мы видим, что он прыгает очень низко. Нажимаю Shift. Чуть-чуть буквально ускорится. И он прыгает уже намного выше. Нажимаю вообще Sprint. И он прыгает очень высоко. Ну и давайте еще покажу такую вот штуку. Она тесно идет с Enam. Но используется не только с этим. То есть она используется довольно часто и везде. Что это за штука? Называется эта штука как Select. И выбираем здесь. Дальше. Берем вот этот Estates. Вот давайте сейчас. Смотрите. Обратите внимание. Здесь Option 0. Единица. И так далее. То есть он здесь пустой. А непонятно, что здесь подавать. И нам нужно вот этот Estates закинуть сюда. Закидываем. И смотрите. Здесь сразу вот эти вот. Wall, Run, Sprint. Оно у нас появляется. Как мы можем с этим работать? То есть опять же. Давайте вот так вот сюда кое-нибудь поставим. Давайте. Print. Стринг. И делаем здесь следующим образом. Вот это вот. Просовываем вот сюда. Обратите внимание. Как у нас все это теперь поменялось. Это просовываем сюда. Это просовываем сюда. Это просовываем вот сюда. Ну и теперь давайте здесь пропишем. Прыжок во время ходьбы. Давайте я это скопирую. Ctrl-C, Ctrl-V. Прыжок во время бега. И здесь получается прыжок во время спринта. Компилирую, сохраняю. Давайте смотреть. Вот я нажимаю пробел. И он, видите, пишет. Прыжок во время ходьбы. Нажимаю Shift. Прыжок во время бега. Нажимаю Shift еще раз. Прыжок во время спринта. То есть это довольно-таки простая логика. Но давайте представим, что у вас есть, допустим, 8 типов оружия. Какого-нибудь, да. И вы, когда получаете информацию о том, какое у вас оружие. То есть вы устанавливаете состояние. И вы потом можете вот этими состояниями манипулировать. Допустим, здесь вместо волка. Давайте представим у вас здесь какой-нибудь пистолет, да. Если у вас пистолет, то скорость вашего персонажа становится, допустим, выше. Там еще, не знаю, враги не замечают, допустим, вашего персонажа и так далее. То есть можно эту логику всю делать. И, соответственно, менять в зависимости от состояния, менять какую-то определенную логику, да, как я и сказал. Здесь, допустим, вместо ран представим, что здесь у вас, там, я не знаю, ракетница какая-нибудь. Скорость и прыжок становятся у вас меньше. И в зависимости от того, если у вас ракетница, то, там, допустим, через селект задать какую-то логику. Это не обязательно принстринг. Может быть, какая-то другая логика. Соответственно, враги вас видят лучше и чаще по вам палят. Ну, вот что-то типа такого. Поэтому и нумерация довольно полезная штука. Она позволяет сократить очень много кусков кода ненужного. То есть, там, бранчи, еще что-то. Вот, потому что вам нужно, по сути, создать одну логику. И эту одну логику засунуть в состояние. И вот этих состояний насоздавать, сколько вам необходимо. Ну, и, соответственно, в зависимости от состояния, менять логику. Поэтому так вот это все дело у нас и работает. Поэтому, на этом у меня все. Надеюсь, что видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал. Вступайте в закрытый телеграм-чат. Также напоминаю про подписку на Boosty, чтобы получать два эксклюзивных видео в месяц, которых не будет на ютубе. Ну, и, соответственно, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok